Всех приветствую, друзья, с вами Бар. Добро пожаловать на канал. Мы продолжаем проходить кампанию Эльфов Крови в игре World of Warcraft. Так, мы начинаем с того, на чем остановились в прошлый раз, что нам закончить это задание с Даркханом, а потом мы все-таки, наверное, пойдем выполнять последнее задание, которое ведет точно завершать цепочку квестов стартовых, путь в подгород. Так, ну давайте дойдем вначале до Зиккуратов, уничтожим их и посмотрим, что нам скажут дальше. Зачищаем дорогу по пути. Да, вот эти Зиккураты. Камень Пламени, Камень Света. Почему я сказал уничтожим? Ну, потому что, друзья мои, я знаю уже, что там. А там нас будет ждать отряд остатков плети под руководством Даркхана. Поэтому будем их уничтожать. Занятые эти Зиккураты. Нет, ну круто работает Стрела Хаоса. Это просто что-то с чем-то. Очень мощное умение. Хорошая специализация. Мне нравится. Если грамотно ее еще раскачать, то в ПВП очень мощный скилл. Ну, в зависимости от того, какое, конечно, ПВП. А там массовое. И когда вы сзади стоите аккуратненько, да, блинкаетесь или что-нибудь, просто прячетесь и стреляете Стрелой Хаоса. Это что-то с чем-то. Я даже боюсь представить. Мощно это работает. Так. Ого, вот Зиккураты. Да, вот охрана Зиккуратов. Так просто не подобраться. Даже не будем с них ничего собирать. Сэкономим время. И ваши, и наши, так сказать, Воящий Зиккурат. Смотрите, какой кристалл интересный. Прикольно. Так, вот здесь нужно будет поосторожнее быть. Я помню, Личкинги тут сразу на нас нападали. Им приходилось не сладко. Вот эти адепты. Черный Марк Смертхольма. Один из оплотов плети в дешних краях. Который не дает нам спокойно спать. Постоянно нас теснит. Настало время поквитаться, друзья мои. У меня нет цели. Так, еще один. Ага, и даже не один. Вот я об этом и говорил. Давайте, Стрела Хаоса. Как сейчас посмотрю. Выглядеть это будет. О да, эпично. Максимум. Максимум силы. Это просто что-то с чем-то. Есть. Камень пламени. Пора во второй Зиккурат. А вот и Монстрятина появилась. Клевая охотница. Хотелось бы охотницу прокачать. У них сейчас, кстати, сделали специализация. Чисто лук. Это круто. Это одно из моих любимых. Это я прям то, чего я очень долго хотел. Чтобы у охотника был чисто лук. Когда он больше всего на лучника походит, нежели на охотника. Не можете не согласиться с этим, да. Мне, кстати, долго было непонятно, почему, ну, когда старые обновления были в игре, почему не введут класс лучника. Потому что, ну, это же круто. Ну, многие скажут, есть же охотник у него там. Ну, как бы охотник, это такой вот персонаж, который должен уметь обращаться не только с луком. И он завязан не только на луке. В основном. Приходится работать с животными, так или иначе. А хотелось бы увидеть класс чисто лучника. Такого следопыта, который стоит в кустах, настреливает, исчезает. Что-то типа... Не знаю. Что-то типа этого хотелось бы увидеть. Но этого не было. И долго не было. Да, охотник есть что-то в этом похоже. Вроде все совмещено, все тоже реализовано. Но как-то это по-хитрому работает. Не так, как хотелось бы. А сейчас, да, есть чисто специализация, чисто стрельба. Нет, там вроде так же можно с питомцем ходить. Или только со стрельбой. Но, в общем, класс стрельбы уже как бы более явно выглядит. Вот лук. Она с луком, у нее больше ничего другого нет. Ничего ей не мешает просто. Все, есть еще камень света. Ай-яй-яй, чуть в кислоту не упал. Я раньше все время боялся в эту кислоту упасть. Когда только начинал играть, особенно в подгороде. У меня просто был шок. Я думал, сейчас упаду в кислоту, и меня начнет здоровье убавляться. Разъедать персонажа. Но, оказывается, нет. Все окей. Возможно, Альянс Овцов разъедает. Кто знает, я не проверял. У Орды, наверное, иммунит свет. К этой воде, в кавычках. Ну, выглядит очень круто и атмосферно. Не устану это повторять. Так. Меня спрашивали в комментариях, хотелось бы сразу ответить. Что будет дальше? Буду ли я этих персонажей качать? И вообще, я уже отвечал. Возможно, пропустили, наверное, зрители, подписчики. То, что... Ну, некоторые. То, что я этих персонажей вряд ли буду уже прокачивать. Но аналогичных персонажей я создам на бесплатном сервере. Вот. И так же прокачаю. В принципе, 20 уровни я пропущу. Я записывать не буду. А прокачку я просто буду записывать уже. Так что, если кому интересно, подписывайтесь. Ждите. Будут видео еще по ВОВ. Хотелось бы у меня посмотреть, что будет дальше. Но я, опять же-таки, не знаю. Будет ли это формат такой же, как сейчас? Чтение квестов, вникание в лор. Осматривание мира игры. То есть, погружение в атмосферу. Или же просто прокачка, ПВП, драки. Быстрая прокачка. Максимально быстрая. Не вникая ни во что. Не в квесты. Взял квест, убил мобов, убежал. Взял квест, сдал, убежал. Вот такая вот. Такой формат. Вот. Поэтому, скорее всего, будет такой формат. А может быть и нет. Не знаю. Я в этом сейчас не уверен. Но видео точно будут. Дело в том, что, друзья мои, и подписчики, дело в том, что еще очень много классов, вернее, компаний осталось. И классов. Вот, например, героические классы. У них своя компания. Вы только вдумайтесь. Обычно у расы только есть компания квестов стартовых, а и у классов есть. Вот, например, мы проходили за охотника на демонов будет. И за рыцари смерти, конечно же. Вот. Осталось за охотника на демонов еще. И другие компании. Например, тауренов. Людей мы прошли. Еще и гномы, между прочим. Тоже интересная компания. Еще есть тролли. Почему бы и нет. Так что есть еще что сделать, прежде чем приступить к прокачке персонажей. Зеккурата, близнецы, тебе удалось добыть кристаллы? Да, держи. Слухи были верны. Камень света и камень пламени. И правда существует. Мы сделаем из них оружие, которое обратим против Даркхана. Воспользуйся им, когда наступит срок. И сила солнечного колодца, заключенная в них, поразит предателя той самой силой, которую он хотел похитить у нас. Хорошо, попробуем подраться с ним с помощью этого меча. Да. Желтирадея. Сфера солнечного колодца. Это то, что нам надо на самом деле. Давайте возьмем сферу. Гибель предателя. Все, что мы делали в призрачных землях, призвано вернуть принадлежащее нам по праву. Плеть слишком долго держала в своих когтях эти земли. Пришло время расплаты. Лакбар, благодаря тебе и нашим новым союзникам, отрекшимся. Час отмщения близок. Тот, кто хочет похитить мощь солнечного колодца, должен сгинуть. Ступай в Смертхольм, оплот плети, к югу от тропы мертвых. Принеси мне голову Даркхана, и твои деяния не будут забыты. Вот и все, дадут посох солнца. Есть, круто выглядит. Да, но... Интеллект много добавит. Значит и урон повысится. Хорошо. Смерть тем, кто противостоит нам. Наконец-то поохотимся за головами. Люблю это дело. Гибель предателя. Смертхольм. Сейчас и посмотрим, как они там отстроились. Укрепились. Там, кстати говоря, не так безопасно. Придется прорываться с боем. Но это нас не пугает. А вот дикие рыси меня немножко напрягают. Кстати говоря, что у нас с подземельями? Пещера Стенаний, крепость темного клыбка, огненная пропасть, мертвые копии. Вот честно говоря, мне кажется, все эти подземелья больше относятся к Альянсу. Потому что, пока мы идем, можно по-моему солить эту тему. Ну, потому что, как бы, посмотрите. Мертвые копии. Там, вроде с кораблем. Все завязано на капитане и на банде Братства Справедливости. Огненная пропасть. Ну, связано с Стальгорном, все дела, дворфы и так далее. Крепость темного клыка. Ну, это прям вообще очень просто. Это связано с воргенами. Да, идем дальше. Пещера Стенаний. Ночные эльфы. Да, вот, кстати говоря, еще кампания ночных эльфов. Да, у Альянса тут полно еще кампаний. Вот, тоже можно будет пройти. Вот, а где подземелья, хоть как-то связанные с Ордой? Нет, пока что нет. Не знаю, я все точно подземелья не помню досконально. Кстати говоря, мы чуть не туда пришли. Вот, поэтому, может быть, запамятовал какие-то. Но, по крайней мере, я вот такую тенденцию замечаю. Что что-то я не припомню подземелья, связанных с Ордой. А там, между прочим, очень интересные квесты. И, как бы, некоторые кампании завершают именно... Или дополняют цепочку квестов. Что-то интересное происходит там. Например, когда мы проходили кампанию за людей. Обязательно посмотрите, если кто не смотрел. Там, в Мертвых копиях, мы брали одного из приспешников Братства Справедливости. Ван Клиффа. С собственной персоной. Я не силен в этом лоре. Я эту историю вот только в той серии... Вернее, в той серии квестов увидел. Ознакомился с ней. Но, насколько я думаю, и мне подсказывали неоднократно там... Это, наверное, основная цепочка, да. Поэтому есть, что подчеркнуть в этих подземельях кое-какую информацию с точки зрения лоры. Да. А вот и Смертхольм. Вот он. Да, здесь я и говорил, придется с боем Ока Даркхана. Следит за нами. Предатель. Мне нужна цель. Так, аккуратно. Проходим, чтобы нас не заметили. Глупые прислужники. Плети. Так, здесь очень много пауков. Надо поосторожней. И духов. Так, с одной нам придется все-таки подраться. Даже не с одной. Ну, как всегда. Так, хорошо. Даркхан, где ты, подлый трус? На карте он отображен здесь. Что-то я его не вижу. Наверное, в Зикурате спрятался. Башня Проклятых. Башня Проклятых. Глубоко забрался ты. Вот он, предатель. Даркхандра Тир. А тут написано было, что в одиночку его не так просто одолеть. И я уже ощущаю, что с ним будет сложно. Мощный. Страх еще кидает. Смотрите какой. Вот себе предатель. Я забыл использовать... О, нет. Плакальщица. Сколько... Сколько набежало? Нет. Нет. Уф, за что? Да. Это моя ошибка. Но как? Откуда они еще сверху вылазили? Сейчас добежим. Приспавнились. Да, вот так вот. Хм. Ладно. Впредь будем повнимательнее. Хоть зачищай, хоть не зачищай. А все равно нариспавнились. Что ж так далеко? Почему я так далеко появился? Опять по горам прыгать. Ну что ж. Вот единственное, наверное, за всю кампанию, друзья мои, могу отметить самый негативный момент. Это большая, большая карта. Квесты очень друг от друга далеко находятся. Это Blizzard исправили. После катаклизма все квесты стали гораздо интереснее. Но, к сожалению, стартовые, старые квесты не претерпели изменений, потому что, если их менять и упрощать, то пришлось бы карту переделать. А это не так-то просто, я вам честно скажу, с точки зрения программирования и так далее. Но вот, договаривая мысль, единственный минус отмечу. Блин, очень большие расстояния, очень много бегать приходится. А так, атмосфера, луна-света, особенно в лесах вечной песни, это просто высший бал. Это просто мое почтение. Как-то так. Остальное минусов просто нет. Что квесты, что лор, логика. Да, все круто. Но вот можно было сделать, поставить хотя бы... Я бы, честное слово, исправил бы, поставил побольше бы инструкторов для полетов. И все. И ситуация бы гораздо стала проще и легче. Например, хотя бы... Ну, я не знаю. Ну, или маунта просто бы выдавал. Было бы гораздо веселее и проще проходить все это дело. По-моему. Иначе приходится много бегать. А много бегать, сами видите, да? Если тебя убили, приходится бежать. Вот так это все выглядит в состоянии духа. Я когда только начинал играть в World of Warcraft, я очень замечал и подмечал вот этот момент в состоянии духа. Ты бежишь, и мир игры просто меняется. Ты смотришь на игру с другой точки зрения, с точки зрения духа. Тебя ничто не волнует, ты ничего не боишься. Ходишь рядом, можно смело ходить вокруг. Где ты хочешь. В общем-то. Вот и появились стражи. Так, надо воскрешать. Разберемся по отдельности тогда. Так, и приодеться нам надо. Сферу нам дали, а мы не использовали ее. А она мощная. При использовании этого предвета против Даркхана, Дратира, высвобождается энергия, причиняющая ему 1195 единиц урона. Ого! Это то, что нам надо. Блин, тяжело. Оказывается, у них еще такой маршрут. Они вроде отходят, вроде их нету. А потом ты начинаешь драться с Даркханом, и они тут как тут. Хитро это сделано. Плакальщица. Как она выглядит мерзко. Мертвая душа. Банши. Ух ты, ткань хорошая. К выносливости, к скорости, к критическому удару. Криты нам не помешают. Так, сразу одеваем. И, конечно же, шар. Странно. У нас ничего одноручного, к нам синжалам нету, да? Хорошо, я его не выкинул. И кинжал возьмем. К сожалению, без посоха, но зато посмотрите, как мощно будем мы его атаковать при помощи этого шарика. Так, вроде бы все. Сразу освободим что-нибудь из инвентаря. Скорость плавания. Мы бы уже плавать не собираемся, это я вам честно говорю. Максимального запаса здоровья на хорошо. Что еще? Атаки против нежити. Отлично, отлично. То, что нам надо. Как раз ячейку освободили. Вперед. Потихоньку. Вот она, эта плакальщица. Еще одна ходит здесь. Ну, вот так тебе. Вот еще некроманты тут. Кстати говоря, интересный класс. И странно, почему его не добавили в ВОВ. Можно добавить некроманта, друида в принципе. Ну, скажите, есть же охотник. Ну да, можно друидами добавлять. Ну и некромант как-то чернокнижником нивелируется. Тоже есть такое. Так, а вот эти ребята начинают атаковать или нет? Разбираться с ними? Давайте посмотрим. Давайте попробуем с них начать. Нет, он не атакует, когда мы их бьем. Это хорошо. Главное с ними закончить быстрее, иначе те восстановятся. И будет невесело. Ну, откуда ты? Зачем ты резнулся? Зачем? Живем, 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 живем. Живем, 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 живем. Тяжело живем. С послушником будем сражаться. Откуда скелет? Откуда скелет живет? Да как же? Это хардкор. Я не понимаю. Так. Может быть, нам нужно подлечиться? Нет, тут будет боль надолго бежать. Это просто хардкор. Давно я таких эмоций не испытывал. Нет, это серьезно. Надо вдвоем драться. Почему, почему так долго? Договорился, Бэр. Доболтался. Нет, надо специализацию, наверное, сменить. Слишком чего-то долго. Вернемся в наше старое доброе колдовство. Ну или в демонологию. В принципе, тоже неплохо. Давайте в демонологию. Будет у нас стражник. Пускай он дерется. Мы будем кидаться демонами. Рукой у Гул'дана. И посмотрим, что они там против них будут делать. Давайте так и поступим. Их, слишком сложно, слишком. Пора уже с Даркханом покончить. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Я уже говорю, как эльф крови. Слишком я проникнулся их атмосферой. Мстительный, но при этом обаятельный, что ли. Не знаю. Харизматичный и величественный. Да. Эльфы крови это такие вот прям нарциссы-нарциссы. В хорошем, прям в отличном смысле этого слова. Да. Эльфы крови такие. За это я их и люблю. Никому не позволят помыкать с собой. Не будут унижаться, даже если им это крайне выгодно. Это эльфы крови. И всегда отомстят врагам. А мои враги уже нареспаунились. И ходят тут вокруг, до около. Может быть просто зайти и сферой в него стрельнуть. Зайти так, бах, сферой. И все. Так. Призываем стража. Пускай дерется. Призыв ловещих охотников. Тоже пускай дерутся. Маны кончилось. Это плохо. Кстати, он будет крутиться и наносить урон. Это то, что нам надо. В атаку. Мне кажется, у него получается драться. А они отвлекут внимание. Это тоже нам на руку. Вот, еще силу заклинания против нежности на 30 минут. Одеваемся. Быстро разобрались. Можно ману установить. Пора. Я думаю, пора. Плакальщица. Так, вторую ищем. Скелетов. Жалко, нет восстановления здоровья. Не могу полечить своего демона. Ну, если бы мы могли, было бы слишком жирно. Посмотрите, как скелет меня дамажит. Просто жесть. Надо от вам перец. Слишком мощно. Слишком мощно. Как сражаться, я даже не знаю. Давайте еще вынесем на панель. Фух. Вроде эти не восстановились. А здоровья-то совсем нет. Так, давайте по-хитрому сделаем. Теперь призовем. Есть. Два. А, нет. Один. И отправим его воевать. Отправим его воевать. Так, рука Гул'дана. Тварей сразу призовем. Пускай дерутся. Лишними не будут. Ты умрешь медленно и мучительно. Посмотрим. Я пришел. Сражаться, а не умирать. Откуда скелеты-то опять появились? Блин, откуда страх? Ну, началось. Пора бежать. И он за нами. Применя... Применяли! Что не так? Что я делаю не так? Все. Надоело. Надоело. Пора восстанавливать. Слабость. Сколько? 9 минут? Нет. На кладбище. Пора менять тактику. Что я делаю не так? Я думаю, я все делаю правильно. Почему? Почему они рисуются раньше, чем... Я не могу их отдельно бить. Они дерутся вместе с ним. Что такое? Группа. Ну, понятно, что группа, но... Блин. Где мне народ сейчас найти? Вот когда ждешь, никого нету. Когда никто не нужен, все тут как тут. А сферу мы применять начали, и он... Его практически она не надамажила. Тайной магии на протяжении 5 секунд. Ну, вроде нормально бьет. Хм, может лучше с посохом тогда драться? Я даже не знаю. Просто ничего лучше я придумать уже не могу. Последний заход, друзья мои. Я понимаю то, что это слишком долго, но... Надо попробовать. Если не получится, блин, даже не знаю. Придется вставать, ремонтироваться. Кстати говоря, насчет ремонта. Да прочность вроде еще есть, хотя немного. Но экипировки у меня мало. Потому что я не ходил в подземелье. Да, моя ошибка. Так бы мы дрались помощней. И воевали бы лучше. Тогда давайте так и поступим, друзья мои. А, сходим в подземелье, да. Повоюем там. И... Убьем Дарк Хана все-таки. Если он... И если он нас сейчас опять убьет. Что же такое? Я давно такого фана не видел. С другой стороны, с другой стороны, это какой-то хардкор добавляет. Обычно все, когда идет по маслу, ну... Сами понимаете, игры должны быть иногда, не всегда, конечно, не постоянно, но должны быть сложными. В какой-то степени. Иначе все просто, все банально. И тебе уже, не знаю, вкуса от игры не чувствуешь. Ну, типа ты знаешь, что будет дальше. И что ничего интересного ты не увидишь. И сложного уж тем более. Так, нету монстров, нету, все исчезли. А у меня маны нет. Теперь есть. Все исчезли, всех мы перебили, а они все равно... Они все равно стоят. Вот они. И эти появились, и те... Сначала нужно выбрать цель. Сколько я с руки бью? Так, 32. Надо попробовать с посохом. Будет ли лучше. 32 бил с руки. Сейчас посмотрим, насколько станет проще. Так, ух ты, есть. У нас помощь. У нас помощь. Мы, скорее всего, убьем. Так. Наконец-то. Наконец-то мы убьем его. Парень не хочет в группу, но тем не менее. Ну, 35, так же и бьем с руки. Ничего нового. Куда ты пошел? Бей его, демон. Есть, демон добил. Круто. И вот его голова. Пора убираться. Уходим. В принципе, нам обратно надо, да? Но мы сражаться не будем и сразу бежим. Пока нас не заметили. Полчища. Мертвецов. И всяких духов. Так. Бежим. Плакальщицы не опасны, а вот пауки замедляют. Паутину кидают. Это я точно помню. Так, кстати говоря, пока можем поискать подземелье. Вот у парня уже есть наездник. Кстати, давайте посмотрим, мы сможем обучиться верховой езде. Пока ищем подземелье. Нам все равно придется лететь в Подгород. Вот у нас это задание. Путь в Подгород. А путь в Подгород лежит через Луна Свет. Но для начала, около врат Луна Света нам придется приземлиться. Гибель предателя. Я думаю, что это задание тоже ведет Луна Свет. Ведь Верховного Лорда нужно оповестить о том, что предатель пал. Я думаю, он в курсе, что есть такая сила у границ. Лор Терран, если мне память не изменяет. Вот, кстати говоря, все правители Орды как-то так очень известны. Например, посмотрите. Сильвана, да, конечно. Она сейчас просто в эпицентре сюжета. Керн, которого вроде как убили. Горош, Трал, там, Волджин, да? То есть, ну, прям вот на слуху, на слуху. А вот Терран, ну, именно Бладельфа, как-то все время в тени, что ли, сказать. Ну, слишком мало, определенно мало. Я бы сказал, как бы специально мало применяется по ходу сюжета. Не появляется практически нигде. В катсценах, тем более. Как где-то воюют, атакуют они. В основном я вижу всех вместе, всех подряд. Это либо, либо только, там, Сильвана с кем-то там сейчас, в данный момент сейчас воюет. То Горош был там, воевал, то Трал в катаклизме и так далее. А вот правитель Бладельфов, вернее, Лорд Верховный, как-то все время в тени. Интересно. Что-то, что-то в этом есть. Возможно, Близзарды еще разыграют карту Эльфа в крови. Возможно. Поэтому так мало упоминаются. И так мало они фигурируют. Именно в текущем сюжете я подчеркну. Гибель предателя. Ну, дело сделано. Даркхан убит. Сегодня ты нанесла сокрушительный удар по господству плети в этих краях. Теперь, когда гнусный предатель мертв, мы вернем себе наши земли. И величие наше будет восстановлено. Посох солнца в награду. Ну, возьмем мы его. Герой Синдарай, Лагбаар. Начинается новая глава в истории Эльфа в крови. Наконец-то мы вернем свои земли. А заодно и укрепим отношения с Сильваной и ее союзниками. Отнеси голову предателя лорду-регенту, лорд-эмару-террону в луносвет и расскажи о том, что произошло. Так, отнести голову у Даркхана, лорд-эмару-террону в луносвет. Вот и все, друзья мои. Последние пару квестов и мы на финишной прямой. Кстати говоря, завершая, вот подчеркиваю, лорд-эмар-террон, он лорд-регент, то есть самого короля, эльфа в крови вернее, императора, принца, называйте как хотите. Нет, это интересно. И это намекает на что-то, по-моему. Так, ну все, в Транквиллион. Наконец-то смогу воспользоваться короткой дорогой. Соскучился я по телепортам. Кстати говоря, нам предлагают пройти подземелье, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Я говорю и жму да. Давайте пробежим быстренько. Так, пещера стенаний. Здесь я квесты вроде уже выполнял. Ну просто мы их возьмем. Очень хорошая статистика у них. Что привело тебя сюда? Превентивные меры. Да светит твой путь вечное сон. Здравствуй, путник. Давайте быстро пройдем это подземелье. Еще чуть-чуть, и я уже 20 уровня буду. Максимально доступный уровень для стартовой версии. Хотя, по-моему, Близзардом я уже неоднократно это говорил. Пока проходим подземелье, есть время поговорить. И, ого, пандорены. А нет, это союзная раса. Что-то новенькое. Орг Дренора. Вот. Завершая мысль. По-моему, Близзардом уже давно пора. Стартовую версию поднять уровень хотя бы до 60-го. Я, конечно, понимаю, что там за обновления, типа, Бернинг Русейд, Шлич Кинг, да. В которые... О, шкура. В которые очень много интеллектуального труда вложено, да, и работы проделано. Должно хоть как-то отплачиваться. Но уже давно пора классическую версию хотя бы сделать бесплатной. До 60-го уровня. У меня нет цели. Просто это смешно выглядит. 20-й уровень. Серьезно, что вы за 20-й уровень успеете сделать? Я не думаю, что за 20-й уровень... Вот эта сама логика бесплатности до 20-го уровня, она идет из того, исходит, что, типа, человек поиграет, ему игра понравится, и он пойдет и оплатит. До 20-го уровня ничего человек не поймет толком. И не пойдет, не оплатит. Это я вам серьезно говорю. Как человек, много раз игравшись с нуля за персонажей, это, блин, будет выглядеть так. Типа, человек, который, ну, первый раз идет, играет в World of Warcraft, зайдет, что-то там до 20-го уровня побегает, вроде как что-то посмотрит, более-менее принцип игры поймет, но он не захочет оплатить подписку и начать играть. Это я... в этом я уверен. Игра начинает затягивать, и когда вот это желание появится, наверное, уровня 60-го, даже 70-го, вот когда начинается контент The Burning Crusade, вот тогда становится интересно, тогда уже что-то более-менее интересное в подземельях происходит, какие-то такие интересные рейдбоссы появляются, есть уже как подземелья всякие разные, куда уже, ну, до сих пор ходят люди, там уже контента больше. Но до этого весь классик контент, это, ну, очень мало контента, скажем так. Поэтому до 20-го уровня вообще ничего не понимает человек, который только пришел в игру. Это очень сомнительная фишка Близзартов. К тому же, учитывая, что сейчас очень много, друзья мои, это, наверное, крик, хотелось бы отдельное видео сделать, по-моему, на эту тему, но пока можно сказать одно с уверенностью. Учитывая, сколько сейчас появилось игр Free-to-Play, Apex, там, Fortnite, я имею в виду Королевские битвы, которые сейчас полностью съедают весь онлайн, весь онлайн у MoRPG практически. Те же мобы, игры, Dota 2, Лига Легенд и аналоги. То есть, учитывая, что сейчас все то, что происходит в MoRPG, можно сделать за 40 минут выйти и получить то же самое удовольствие, я имею в виду Dota 2 и так далее, или Apex Легенд, или CSGO, который сделали бесплатный. То есть, посмотрите, Valve очень длинновидный, на мой взгляд. Да, и мне не понравилось, что они сделали игру бесплатной, которую я покупал. Кстати, все, можно сдать. Четыре ноги лучше. Кстати, новое достижение, 20-й уровень. Четыре ноги лучше, станьте искусником, дели верховой езды. Нас уже могут... Интересно, мы уже можем с 20-го уровня. Ага, от чего получается? Так, подземелье открыто, новое подземелье. Так, получается, что... Ого, Тюма Штормграда. Конь Скверна, новая способность. Давайте посмотрим. Возможность верховая езда. Так, так вот, по-моему, Близзардом... Уже давно пора сделать бесплатную, хотя бы, версию до Лич Кинга, я не знаю, до Катаклизма. Потому что, ну, такая конкуренция и такое падение онлайна у World of Warcraft. Вот, серьезно, в WoW по большей части сейчас до сих пор играют люди, либо те, кто давно уже познакомился со времен Warcraft 3-го, либо те, кто раньше играл в WoW и продолжает в нее играть. То есть, новые игроки уже сюда не приходят, им гораздо проще начать в какую-нибудь бесплатную игру, в CSGO начать играть, нежели в World of Warcraft. И это факт. И онлайн у WoW очень падает, очень сильно просел. Прям, там цифры миллионами считываются. То есть, с 12 миллионов до... Я даже не знаю, до скольки, ибо Близзарды сделали так, что скрыли онлайн. И это говорит о многом. Я бы на месте Близзардов уже давно сделал Free2Play. Это помогло бы реально. Привело бы большое количество игроков, на самом деле, по-моему. Особенно информация WoW. Я прям вижу, WoW стала частично бесплатной. Мне нужна цель. Вов бесплатно до катаклизма. То есть, я думаю, этой фишкой они бы гораздо больше привели реальных подписок к себе, нежели продолжать свою вот эту политику, не шагу назад. Ни копейки не уступим. Я в этом абсолютно уверен. Да, и еще прослеживается одно, отчетливо видно, отчетливый факт того, что... Вот, лорд Питон. Вы задохнетесь в кольцах смерти. Отчетливо прослеживается то, что в World of Warcraft сейчас уделяется гораздо меньше внимания. То есть, когда-то, лет 7 назад, 8, можно было с уверенностью сказать, ну даже пускай 9 лет назад, давно большой срок, что в World of Warcraft уделялось практически 100% внимания со стороны Blizzard именно этой игре. Ни Diablo 3, ни StarCraft, ни другим проектам, которые у них выходят, и собирались выйти. Сейчас можно с уверенностью сказать, что основное ОКО Blizzard, если можно так выразиться, направлено на Лигу Ченесу, на Overwatch, на свой новенький проект Overwatch. И то, что вообще Activision выкупила Близзардов, это тоже говорит о многом. Это говорит о многом, друзья мои. То, что у Близзард большая текучка, очень много людей, которые начинали только делать WoW, ушли в другие проекты, или просто ушли из компании. Это тоже говорит о многом. И, по-моему, игра развивается, знаете, по инерции. А по сюжету чуть-чуть там что-то добавляет, как... Это уже становится похоже на сериал. То есть, я не скажу, что это плохо, но я и не могу сказать, что это хорошо. Я не знаю, что действительно нужно предпринять... Нет, я знаю, что нужно предпринять Близзардом. Просто-просто-напросто повысить... Вернее, сделать бесплатно. Бесплатную версию. До 60-го или хотя бы. Ну или до катаклизма. Потому что... Ну, блин. Я, конечно, я уверен, что найдутся люди, которые скажут, ну, типа... Хочешь бесплатно, такой контент. Уникальный контент, все дела. Да ничего там уникального уже на самом деле нет. Все, кто хотел, уже давно все на пиратках посмотрели. И Близзард это тоже понимают. Не знаю. Я думаю, завлечь реальных игроков, реальные живые подписки, можно было таким способом. Или вернуть старых игроков. Потому что новые игроки, мягко говоря, не идут вов. Мягко говоря. Учитывая современную конкуренцию. Овервотч платный, там... Так. Началось голосование за то, чтобы скучить... Ашотжулика, свешивателя души из группы. Причина... Пэдр. Нет, я за такие... Ни дела не делаю. Ашотжулик. Не знаю, а зачем его изгонять? Вроде дерется. Мне нужна цель. Не понимаю. Ладно. Так. Пока что я не могу забрать добычу. Так что как-то так, друзья мои. Я думаю, Близзардам надо пересмотреть политику. И сигнал того, что они ничего не предпринимают, это как раз еще один подтверждающий факт, что меньше стало уделяться внимания игре. Реально меньше. Я думаю, даже если реальную картину знать, кто сейчас занимается вов вообще, какая команда была раньше и какая команда сейчас, я думаю, у многих глаза на одно место вылезут. Я уверен, что сейчас команда вов выглядит, ну, просто реально какой-то маленькой командой. Именно тех, кто разрабатывает и так далее, рисует штат, именно штат игроков. Потому что, ну, не игроков, а штат работников. Я уверен, что он гораздо меньше, чем вам кажется. Я даже представляю себе, сидят там человек, ну, пускай человек 50. Все, там, несколько офисов, там, 50, 10 человек, там, отвечает плюс-минус за программирование, там, 10 человек за какую-нибудь еще тему, связанную с компьютерами. Я не считаю маркетологов и так далее, я не говорю про то, кто разрабатывает игру. Там, а 10 человек художники, там, аниматоры еще 10 человек. Там еще 10 человек все подряд, понемногу тут, там, сям. Там, вроде как. И все. Я уверен, что это так. Потому что не особо там что-то сложное происходит. За такое большое количество времени. То есть, два года, представляете, друзья мои, два года разрабатывать дополнение, которое не принесет особо много нового контента. Добавить квесты, которые, в принципе, уже, наверное, квесты генерируются, особенно, наверное, уже каким-нибудь ИИ или нейросетью. Я даже не сомневаюсь, что в будущем квесты будут генерироваться нейросетью. Ну, и, возможно, сейчас они уже этим занимаются. Чем платить зарплату большому количеству сотрудников, которые будут это придумывать. То есть, тонаристам. Я не знаю, два года. В этом году ничего не будут презентовать. Это еще раз, друзья мои, говорит. Ну, именно по ВОК. Это еще раз добавляет к моей теории о том, что гораздо меньше внимания сейчас уделяется ВОК. Гораздо меньше. Так, последнее. Лорд Серпентис. Ух ты, опасно. А тут можно на маунтах? Ну-ка, давайте посмотрим, у нас вообще доступно. Так, транспорт доступен. Ну, что же ты? А, под открытым небом. Хорошо. Ребята, подождите меня. У меня нет ускорения. Как же хорошо играть за рогу. Нажал и ускорился. Вот, это печально на самом деле. Я бы на месте Близзардов, а именно Активижн. Активижн жадный. Это точно. Я бы набирал команду в новых людей, в команду хотя бы. Потому что, мягко говоря... Или расширял. Пускай игра сейчас не приносит каких-то колоссальных доходов, да. Но все равно, есть возможность набрать людей, которые фанатеют игры. Вот именно таких хотелось бы набирать. Именно игроков, фанатов. Они очень много могут добавить интересного и как-то обновить мир игры. Они знают то, что нужно игрокам. Подвеска хорошая. Клево. Скорость, к выносливости, критическом удар. А у нас что-то лучшее? О, у нас вообще ничего нет. То, что надо. Так. Продвигаемся потихоньку. Шкам. Демон бездны. О, да. Это круто. Бьем. Бьем, бьем, бьем. Даже кс... Вернусь к началу, о чем я хотел сказать. Даже ксго стал бесплатный. Даже ксго. Что говорить про игру 2004 года? Да, она претерпела некоторые графические изменения, улучшения. Но, тем не менее, она по-прежнему, в сути, это не изменилось. Она остается игрой 2004 года. И она платная. И, я бы сказал, очень сильно платная. То есть, 10 баксов за подписку, это вам... Ну, почти 10, да. Это вам не копейки. Мягко говоря. Я понимаю, там пару баксов за подписку. Окей. Немного. Так. Пара баксов за подписку, 30 баксов за обновление. Да, это сильно. Это сильно. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Мне нужно... Так, пора заканчивать. Ребята, тут еще долго. Мы почти пришли, да? Да. Да. Сначала нужно выбрать цель. Так. Так. У меня нет цели. Друиг змея. А вот теперь аж он жулик стоит. Может быть, поэтому и хотели кикнуть. Мне нужна цель. Какая толпа бежит у нас тут. Прямо сквад. Если кто не знает, сквад с английского... Команда. Команда, компания. Как угодно. Хотя нет, компания это еще... Компания в смысле... Компания людей. Да. А не компани. Да, в последнее время я увлекся английским. Так. Потому что сейчас в современном мире без английского мягко говоря тяжело. Ты должен хотя бы понимать язык. Я уж не говорю про то, что говорить полноценно, а уж тем более писать. Но некоторые слова ты должен знать, а тем более понимать, что от тебя хотят и так далее. Это очень полезно на самом деле. Английский. И по фильмам можно учить. Особенно по фильмам, которые вы уже смотрели, которые вам нравятся, и вы в принципе не против пересмотреть. Это... Но на английском уже языке. Это вот такой мой лайфхак вам. А как искать фильмы на английском языке, если кто спросит. Это очень просто. У вас есть... Если у вас есть проигрыватель, в идеале Media Player Classic или же Codec Lite Player. Там есть в настройках в вкладочке звук. Можно переключаться между английским и русским языком. Если, конечно же, в этом фильме, который вы скачали, есть возможность переключения между языками, а не только один язык. Вот так вот. И смотреть на английском. Особенно те фильмы, которые вы уже знаете. Это гораздо больше поможет изучить язык. Да. Полезная тема. Полезная. Я на многие фильмы открыл для себя совсем с другой стороны. Очень интересно. Крайне интересно. И полезно. То есть, такое редко бывает. Интересно и полезно. Ты начинаешь следить за мимикой, за тем, как говорит человек. Грубо говоря, пытаешься понять. Особенно, когда ты знаешь, что он говорит и какие слова. И ведь слова одновременно запоминаешь и изучаешь. Очень полезная вещь. Очень полезная. Загадочный страхозуб. Ух ты, у меня письмо от почтальона. Возможно, меня хотят оповестить о том, что все. Стартовая версия окончилась. Пора платить подписку. Плати по счетам. Капиталисты ко мне пришли такие. Ну все, давай, плати за игру 2004 года. А мне такие потом стучат. Смотри, Бэр. Тут же Апекс вышла. Сейчас все в нее играют. Бэр, где ты был? Тут Fortnite шумит уже. Последний год. Все только об этом и говорят. А я такой, нет, чуваки. Я буду играть в платную игру, которой уже 15 лет. Скоро исполнится. Или уже исполнилось. Да. Конечно же нет. Я буду играть на бесплатном сервере. Так, так, так. Лорд Серпентис. Ты тут? Наконец-то. Дошли мы до него. Заодно много информации озвучил. Которую хотел озвучить. И поговорить с вами об этом. Так. Мне не терпится в Луна Свет отправиться. Давайте поэтому быстренько его добьем. Перчислить. Все. 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 Есть лорд серпентис Давайте делить выпавшие с него вкусняшки Ну это такое себе Все Вроде как все, можно уходить Бьем его Все бьют и я бью Такая логика Событие Путешествие во времени по подземельям начинается Это классно Событие подземелья battle for other war начинается Бонус на полях боя заканчивается Потасовка храма быстрому заканчивается Так, что тут дальше? Интересно, какие события нам заготовили У меня нет цели На август Обычно тогда Нам повещают о чем-то новеньком Наденьте, это немедленно начинается Так, ничего нового Сентябрь Хмельной фестиваль Ну классика жанра Так, где все? Все туда ушли О нет, летим Так Догоняем наших Они пошли сдавать квест Да Ну тогда не будем сдавать его Так Хорошо Пора было на свет Пора заканчивать Так, транквиллион Достигнут максимальный уровень в стартовой версии Пишут мне Ладно, понятно Так, азарт это хоть нам можно? Наконец-то Наконец-то можно побегать хоть Уху Но По классике Мы же чернокнижники Должен быть скакун Скакун Скверны Или погибель Погибель вроде помощнее будет А, да Слишком низкого уровня для него Это точно Пока что доступен только скверны Вот он И, кстати говоря Вроде В классике тоже Можно было уже сразу С скакуном быть У чернокнижников И у паладинов Хм И именно поэтому Многие и качали еще Чтобы сразу быстро передвигаться Вроде как так Мы не сдадимся Если мне память не изменяет Так, ну все В Пангород И в Лунасвет Отправляемся Пока нажму на паузу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok